В Приморье продолжается подготовка к выборам депутатов Госдумы и Законодательного собрания. В этот раз впервые в истории они пройдут три дня, с 17 по 19 сентября. О том, как в крае будут проходить выборы и какие нововведения ждут приморцев, мы поговорим с заместителем председателя избиркома Романом Охотниковым. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Андреевич, я так правильно понимаю, что одно из нововведений как раз таки в этом году это три дня выборов. Причина эпидобстановка? Все верно. Пожалуй, в первый раз у нас будет такой опыт, когда голосование пройдет, полноценное голосование, подчеркиваю, с 8 до 20.00 в течение трех дней. Ну и основанием принятия такого решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, появление соответствующих норм в законодательстве, конечно, сложилось, явилось то, что у нас коронавирусная инфекция в 2020 году себя проявила, ну и сейчас имеет место быть. А какие еще меры будут приняты на избирательных участках против коронавируса? В прошлом году мы проводили общероссийское голосование и в период проведения вот этого вот мероприятия был накоплен определенный опыт, так сказать, масштабного голосования в период санитарно-педагогической неблагополучной. Прежде всего, за счет средств федерального бюджета закуплены средства индивидуальной защиты на каждый избирательный участок в необходимом количестве, как для членов избирательных комиссий, так и для всех избирателей, которые будут приходить на избирательный участок. Там и маски, и антисептики в необходимом количестве, и предусмотрена даже индивидуальная ручка для каждого избирателя, плюс, конечно, защитные средства для членов комиссии, защитные экраны, экраны на стол, обработка поверхности. То есть в этом плане мы соблюдаем все те рекомендации, которые были сделаны Роспотребнадзором совместно с Центральной избирательной комиссией как раз для проведения голосования в таких условиях. Многие избирательные участки будут расположены в школах. И вот выборы не помешают ли учебному процессу? Как вообще будет организован учебный процесс 17 и 18 сентября? Ну, прежде всего, нас беспокоит 17 сентября с этой точки зрения, поскольку это как раз учебный день по учебному плану. Тем не менее, большинство школ, подавляющее в стране вообще, и в Приморском крае в частности, принимают в этот день какие-то решения, связанные с активностью школьников вне класса, скажем так. Достаточно много вне классных мероприятий запланировано. День здоровья где-то, день семьи, посещение музеев и прочих мероприятий, которые позволят, вот с одной стороны, школьникам что-то новое узнать в этот день, побыть с учителями на свежем воздухе, да, а в то же время спокойно избирательные комиссии смогут отработать в школьных помещениях. И мы, скажем так, разведем два потока учащихся и голосующих. А в этом году будут какие-то необычные избирательные участки? Ну, допустим, во дворах или, как в народе называют, на пеньках? На пеньках, это была, конечно, история прошлого года, хотя на самом деле в сельской местности всякое случается, да, страна у нас большая, и тем не менее, это была дополнительная форма голосования, которая применялась на общероссийском голосовании, подчеркну. В настоящее время, согласно порядку Центра избиркома, такой дополнительной формы голосования, как голосование на прилегающих домах территориях, либо на иных местах, она не предусмотрена. Поэтому, конечно, у нас не будет таких голосований придомовых. У нас будет голосование классическое помещение для голосования, активно будет задействовано голосование на дому, поскольку гражданин в соответствии с законом по уважительным причинам, не имеющим возможности прибыть на избирательный участок, может пригласить в любой из этих трех дней комиссию к себе на дому. И комиссия будет приезжать и обеспечивать голосование непосредственно на дому. Ну, то есть нужно человеку как-то заранее сообщить о том, что он не сможет посетить избирательный участок? Уже сегодня у нас работает участковая избирательная комиссия, и они готовы принимать обращения от граждан, в том числе желание проголосовать вне помещения. Обратиться можно, позвонив в участковую комиссию, либо передать свою просьбу через других лиц. Ну, конечно, можно и прийти на избирательный участок, если у человека есть такая возможность. И последний такой, но тем не менее, наиболее такой прогрессивный путь, это зайти на портал госуслуг и подать заявление там. Даже такая форма предусмотрена в соответствии с требованиями законодательства. Я хочу обратить внимание, что наши комиссии работали еще, как бы начиная с конца августа, как раз по направлению информирования. И посещая дома граждан, квартиры граждан, рассказывали о возможности подачи таких заявлений. И те граждане, которые хотели проголосовать вне помещения, понимали уже, что там по состоянию здоровья они, например, не смогут прибыть на избирательный участок, они эту информацию сразу давали членам комиссии. И эти заявления уже учтены в реестре участковой комиссии. И время посещения согласовано с соответствующими избирателями. Так, а если, допустим, такая ситуация, человек едет в поезде Москва-Владивосток в эти дни, дни выборов, и тут он решил, что я хочу проголосовать. Есть ли у него такая возможность? Ну, чтобы проголосовать, конечно, надо было немножко раньше решить по поводу своих планов. Тем не менее, мне вспоминается 2018 год, когда впервые применялся тот называемый мобильный избиратель, то есть возможность выбора избирательного участка для голосования по местонахождению. И нам звонила как раз женщина, которая, вот как вы рассказываете, путешествовала из Владивостока в Москву. И мы подбирали ей станцию, на которой она будет останавливаться, тогда это было 18 марта, подбирали по карте ближайший избирательный участок во время стоянки поезда, там, 35 или 40 минут стоит, чтобы она там за 10-15 успела сходить и проголосовать. То есть такие возможности всегда остаются. Единственное, что для голосования по местонахождению надо было подать заявление до 13 сентября. И у нас на территории Приморского края таких заявлений подано достаточно много, то есть граждане активно воспользовались. То есть у нас 41 844 заявления всего было подано об изменении участка для голосования. Ну, вернемся к избирательным участкам, которые у нас обычные. Какие меры будут предприняты по обеспечению легитимности выборов? Это туда-то относятся камеры? Ну, конечно, да. Уже, наверное, традиционным для больших выборов стало применение средств видеонаблюдения. И вот то, что у нас проводится сейчас в этом отношении, это, пожалуй, такой наиболее масштабный по своему охвату опыт. У нас будет охвачено в Приморском крае 701 избирательный участок камерами видеонаблюдения от Ростелекома по федеральному контракту с Минкомсвязью с трансляцией изображения в центры общественного наблюдения. То есть в данном случае в целом по стране охват избирателей, которые будут голосовать на тех участках, где применяется видеонаблюдение, более 80%. На тех участках, где у нас нет федеральной программы и нет камер Ростелекома, предусмотрено применение средств видеорегистрации и видеофиксации. То есть на всех участках мы будем фиксировать происходящие события. И в случае возникновения каких-то споров, каких-то жалоб, всегда есть возможность вернуться немножко во времени, так сказать, и посмотреть, как происходили события на конкретном избирательном участке на самом деле. Вот вы упомянули центр наблюдения, который будет работать в этом году. Его сможет посетить любой? Ну, насколько мы понимаем, формат данного мероприятия и данной вообще идеи – это как раз открытость и доступность любого желающего гражданина для того, чтобы понаблюдать, скажем так, за процессом голосования. Понятно, что прежде всего там, конечно, будут находиться представители средств массовой информации, общественные палаты, уполномоченные по правам человека, кандидаты, политические партии, их представители, поскольку они наиболее заинтересованные субъекты избирательного процесса. Но вместе с тем активному гражданину, который хочет, так сказать, с собственными глазами убедиться в прозрачности и открытости того, что происходит на избирательном участке, есть возможность сделать это. А кто входит в состав наблюдателей? Я так понимаю, они и заранее ведь начали проходить учебу, да? Да, да. Ну, прежде всего, это представители партии кандидатов, поскольку у нас выборы, каждая партия, выдвинувшая список кандидатов, каждый кандидат зарегистрированный, имеют право назначить наблюдателей. Но не будем забывать и про представителей общественной палаты, которая тоже активно у нас в этот процесс вовлечена, и уже несколько лет последних на всех выборах общественная палата закрывает все избирательные участки. Расходящие выборы не исключение. Я знаю, что от общественной палаты каждый избирательный участок закрыт представителями. И, конечно, много у нас представителей от политических партий кандидатов. Поэтому активность наблюдательская, назовем ее так, она будет высокой. Но это позволяет нам быть уверенным в том, что происходящее событие находится под контролем разнозаряженных политических сил. Соответственно, есть уверенность в том, что все будет происходить в соответствии с законодательством. Допустим, возьмем предыдущий опыт выборов. И часто мы слышали такие истории, что человек пришел проголосовать на избирательный участок, а ему говорят, вы уже проголосовали. Что в этом случае делать? Ну, как правило, я бы посоветовал в любом случае об этом сообщить председателю участковой комиссии. Может быть, в территориальную комиссию обратиться для того, чтобы это обстоятельство зафиксировать и провести проверку. По любому такому сигналу необходимо разбираться. Исходя из прошлого опыта, в большинстве случаев это какая-то ошибка человека. Обычно занесение данных не в ту строку. Такое тоже случается в работе участковых комиссий. Когда начинаешь уже разбираться по конкретным обстоятельствам, это становится очевидным. То есть в большинстве случаев это именно это. Но нельзя никогда исключать и какие-то злонамеренные действия. В этом отношении, конечно, еще раз говорю о том, что такой сигнал нужно проверить для того, чтобы убедиться, что здесь только ошибка, а не чьи-то заранее спланированные негативные действия. Еще в этом году одно нововведение. В этом году отменили День тишины. Все верно? Можно сказать так, да. Хотя мы приобрели три дня голосования. Но потеряли День тишины. Собственно, День тишины стал для нас трехдневным. И в это время мы еще и продолжаем голосовать. Но у нас не стало дня, который предшествовал дню голосования, и который был бы свободен от агитации. Поэтому до 16 сентября, включительно до полуночи, все могут агитировать заинтересованные субъекты. Но потом, в течение этих трех дней голосования, любая агитационная деятельность, она запрещена законом. И я обращаю внимание здесь всех телезрителей, всех представителей средств массовой информации, что за этим будут строго смотреть и избирательные комиссии, правоохранительные органы и, конечно, Роскомнадзор. А ожидаете в этом году провокации с чьей-нибудь стороны? Мне бы хотелось, чтобы этого не случилось. Но, как показывает практика, к сожалению, мы живем в несовершенном, наверное, в этой части информационном поле, в котором появляются периодически разные вот такие провокационные материалы. Придется с этим работать, придется разбираться, что это на самом деле настоящее или придуманное. Но, опять-таки, возвращаясь к прозрачности и к видеонаблюдению, которое есть на участках, оно нам в этом плане существенно помогает составить объективную картину максимально быстро. То есть я вспоминаю на прежних выборах, когда у нас частенько публиковались некие кадры и утверждалось, что это происходит, например, на участке 1.01. Но когда мы приезжаем на этот участок 1.01, мы увидим, что там даже обстановка совершенно другая, а кадры оказываются двух- или трехлетней давности. Вот наличие видеокамер позволит быстро развеять сомнения, когда у нас налицо провокационные именно действия, и составить объективную картину, дать ее в то же информационное пространство через тот же центр наблюдения, поскольку там будут присутствовать как раз представители СМИ. И одна из задач центра наблюдения как раз публично разбирать вот такие ситуации, для того, чтобы все те, кто заинтересован, и представители общественной палаты, гражданского общества, представители средств массовой информации, кандидатов, партии, могли вместе убедиться, а что же было на самом деле на том участке. В конце концов, у той же общественной палаты есть мобильные группы, которые в случае необходимости готовы выехать на конкретный участок и разобраться в ситуации. А поступали ли от кандидатов жалобы на предвыборную кампанию? Ну, как правило, кандидаты жалуются друг на друга. По большей части это связано с агитацией. Кому-то не нравится, как его оппонент ведет агитационную кампанию. Возникают сомнения в законности агитационных материалов. В основном обращения вот вокруг этого сосредоточены. Но были у нас и часть споров касательно регистрации, отмены регистрации. Но это уже судебная плоскость, как правило. То есть это рассматривает такие обращения суд. И в одной из партий есть иностранный агент. Вот для такой партии дополнительные ограничения есть, кроме того, что в СМИ должны упоминать об иностранном агенте? Ну, насколько я помню, по законодательству нет таких ограничений. И мы сейчас говорим немножко о федеральном уровне, насколько я помню, это касается партий, зарегистрированной на федеральном уровне, как раз по Госдуме. Да, это лишь обязательность донесения соответствующей информации до избирателей. Не более того. А как будете подводить итоги? Как будет проходить этот процесс? Ну, традиционно, единственное, что мы помним, у нас две избирательные кампании на территории края происходят, поэтому сначала подводятся итоги по Государственной Думе. Я сейчас говорю про конкретный избирательный участок. То есть подсчитываются, составляются протоколы и так далее. Потом подводится итог по законодательному собранию Приморского края. И документы в необходимом количестве, комплекте, двигаются в сторону территориальной избирательной комиссии. А вот там начинаются уже немножко различные, скажем так, потоки движения, потому что часть территориальных комиссий обязаны будут посетить своих коллег, которые для них являются вышестоящими окруженными комиссиями. А по Государственной Думе схема более простая. Каждая территориальная комиссия обязана посетить нас в первую очередь и сдать свои итоги голосования по Госдуме. Поэтому мы, скорее всего, сначала, чуть раньше сможем определиться с Государственной Думой и, возможно, чуть позже с законодательным собранием. Из-за того, что у нас все-таки 31 мандатных округов и достаточно много географических перемещений будет, протоколов, прежде чем они все уже попадут в избирательную комиссию Приморского края, и мы сможем подвести общий итог по Приморскому краю. Ну, я так понимаю, что примерно, если брать Государственную Думу, то это будет известно 20 сентября. Ну, мы будем стараться, но уж 21-го точно. По крайней мере, мы так коллег наших нацеливаем. Но там как судьба распорядиться. И в завершении нашего разговора, вот скажите, каковы ваши прогнозы по явке? Любят почему-то журналисты задавать мне этот вопрос, хотя я не эксперт, не политолог, и мне трудно. Ваше мнение просто, как человек опытного. Единственное, что, как мне кажется, три дня голосования объективно, при прочих равных условиях, это все-таки большие возможности для реализации активного избирательного права. То есть, все-таки граждане могут выбирать, когда им удобнее проголосовать. Учитывая, что в три раза больше времени на этот выбор осталось, я рассчитываю, что явка будет больше, чем если бы это был один день. То есть, все-таки, наверное, за эти три дня чуть больше граждан проголосует, а может быть, конкретно больше, чем в предыдущие годы, пять лет назад. Роман Андреевич, спасибо за информацию. Теперь только каждому осталось сделать свой выбор. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин